шалом приветствую всех в это воскресенье молитва об иерусалиме вот сейчас готовимся к этому такому важному такому мероприятию знаменательно что это как раз вот получается как продолжение некоторое такое праздника суккот праздника поставления кущей который есть прообраз будущего вот и уже несколько лет подряд значит удивительным таким ну просто чудесным образом до христиане так консолидируется вокруг израиля иерусалима и из года в год на праздник кущей на суккот приезжают христиане разных конфессий динаминаций в этом году было тоже я не помню сколько там писали тысяч но достаточно много приехало христиан с разных стран с разных народов вот и это как некая репетиция того что будет при втором как мы говорим пришествии уже иисуса христа и ишуа машиаха его возвращение как раз именно написано что на праздник суккот на кущей поставления будут из года в год приходить со всей нашей земли со всех народов люди на поклонение господу богу вот и даже написано что те народы представители которых не придут на суккот на кущей праздник господний что почтить этим самым господа то у них не будет дождя даже написано то есть даже будут такие видимые знамения в то время в тысячелетнем царстве то есть проблема антисемитизма еще даже останется это наверно последний из проблем который останется в человеческом роде еще вот но даже при тысячелетнем царстве уже после второго пришествия иисуса христа казалось бы да но это зараза видимо такая неискоренимая чем по-человечески вообще неискоренимая как и вообще грех как таковой неискореним по-человечески только лишь бог может это сделать потому бог во христе примирил с собой мир вот не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирение вот поэтому господь и заплатил такую страшную цену за грех за всех нас заплатил страшную цену своей кровью своей жизнью душу свою за нас положил кровушку за нас свою пролил вот так вот вот и вот как некое продолжение как я говорил да выше что праздника суккот это день молитвы за иерусалим за мир в иерусалиме это международный уже день уже вот он проходит каждый год с 2002 года начиная вот и этот день объединяет день молитвы объединяет верующих но всех фактически существующих в христианстве направлении конфессии динаминаций вот в том числе и их вот православных христиан вот но в частности вот наша церковь реформаторская православная церковь христа спасителя в иерусалиме в израиле в самом насчет есть православная церковь который тоже присоединяются к этому мероприятию в сша православной церкви некоторые присоединяются в частности харизматик ортодов счет вот и представители разных патриархатов частности вселенского патриархата вот но уже покойный правда уже насчет и все вести фонопулос насчет до с миром арбича к сожалению уже до ушел вечность этот священнослужитель но этот священник был он как бы обеими руками как раз вот за вот эту молитву вот за и как бы один из инициаторов в сша подобных молитв потому что до 2002 года подобная практика уже была в частности в американских церквях во многих вот об этом джон хаги пишет постоянно пишет напоминает верующим тоже есть предыстория некоторую такую напоминаю что пастор джон хаги это председатель международного такого братства нашего христиане за израиль называется вот и я надеюсь бог уступу смотрит такие личные тоже встречу знакомства личное вот и но даже если лично мы не видимся до для божьего слова нет ни уст не расстояний не преград никаких языковых там культурных прочее национальных слава богу и вот эта молитва об иерусалиме знаете иерусалим само слово иерушалаем до иерусалим подразумевает что это город мира вот но парадоксально но именно этот город он скажу так в своей истории больше знал наверное кровопролитий его и войн чем мира вот знаете ли даже миссия сам машиах плакал об иерусалиме когда подъезжал к этому городу вот последний приезд его как раз в иерусалим вот значит накануне своих страданий он плакал о городе там значит и и даже когда женщина уже оплакивали его вот видя его страдания такие безвинные там значит на пути на голгофу значит он тоже как бы уже одно из последних его изречений уже даже в земной жизни он говорил женщинам иерусалимским иерусалим нам говорил чтобы они плакали не о нем как бы да значит озеленеющем дереве да а о себе и о детях своих детях иерусалима до прошло два тысячелетия было и великое изгнание рассеяние вот это действительно очень такая трагическая история еврейского народа но по милости господне в двадцатом столетии произошли эти два важных важнейших геополитических чудо вот восстановление израиля возрождение как независимого еврейского государства в 1948 году а в 1967 году иерусалим снова стал нашим еврейским городом вот и он является столицей на сегодняшний день столицей независимого возрожденного еврейского государства слава богу я благодарю богу что в конце прошлого года 2017 лидер свободного мира президент соединенных штатов америки дональд трамп он признал такие все-таки наконец-то признал вот президента до него многие клялись обещались но как по-русски говорят кишка тонка у многих дух и духа не хватило силы духа не хватило и трамп сам он признавался что он тоже сомневался до последнего потому что но помогли христиане молились именно молитвы считаю усилена молитва американской церкви да и по всему миру молились и мы тоже молились нашей церкви вот чтобы трамп не спасал чтобы мне не стал назад в последний момент как бывало прежде даже рейган казалось бы такой реформатор такой президент такой и очень такой выдающийся человек но к сожалению даже он испугался и не смог сделать то что он должен был сделать но слава богу за дональд трампа что он сделал то что он должен был сделать все таки давно уже это признание иерусалима столицей возрожденного еврейского государства это историческое событие кстати было на самом деле очень важное событие и на этой молитве сегодняшний но это завтрашнего же получается в это воскресенье мы будем об этом тоже вспоминать конечно я буду делиться словом божьим завтра вот и насчет как раз на эту тему вот и благодарю бога за всех вас дорогие друзья и и призываю всех кто еще не присоединился к этой молитве присоединяйтесь друзья присоединяйтесь это очень важная молитва конечно мы молитесь также о своих городах я молюсь сегодня тоже благоставляют тулу благоставляю москву благоставляет петербург благоставляет другие города киев львов очень много любимых моих городов на этой земле которые посещал и люблю на самом деле молиться за эти города вот но в этом списке городов всегда номер один и первый последний мой номер всегда это город иерусалим я знаю даже хотя сейчас я телом нахожусь здесь в туле но сердце мое там бьется в иерусалиме вот и благодарю бога за это вот и часто благоставляю город иерусалим вот не только в этот день молитвы за иерусалим часто благоставляю особенно в шаббат сегодня шаббат в субботу мы шалом всегда желаем иерусалиму вот ну и призываю вас присоединяться и в своих церквях передавайте привет всем верующим вот православных реформаторов обновленцев вот и присоединяйтесь к молитве обязательно пусть бог благословит вас кстати завтра завтра тоже планирую записывать проповедь но если там получится не получится можете на ю тубе набрать сергей журавлев молитвы за иерусалим там есть моя проповедь какой-то год не помню какой год ну там несколько лет назад в орле как раз запись делалось вот и она есть на ю тубе на моем канале ю туба поэтому можете посмотреть я там как раз вот это все рассказываю больше ну так разъясняю как раз вот на примерах таких и жизненных примерах и из библии примеров привожу благоставляю всех вас возлюбленные братья и сестры шават шалом да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь шалом шаббат шалом